Всем привет, дорогие друзья, с вами В этом ролике Тример зайдёт на заранее подготовленный мир на сервере в Майнкрафте После чего он увидит большой дом, в котором я оживил картины Помимо оживлённых картин, его будут ждать различные испытания Троллинг звуками и не только Поверьте, будет весело А ещё ему нужно будет выполнить кое-какой челлендж А что за стример, кстати? Не забывайте... Это сам ФФУ сидит? Где Азерский вроде, какой-то новый стример, какой-то популярный А, он, получается, попросил его поучаствовать в своём ролике И у них там, типа, коллабов Пописываться на канал, если вы до сих пор не подписывались А, вот написано, дерзко, точно Осталось совсем чуть-чуть В описании И также не забывайте ставить ваш лайк Приятного просмотра Ну а кто кушает, приятного аппетита Ну что, дерзко, привет! Здарова! Смотри, в общем, ты сейчас зашёл в этот прекрасный мир И я тебе хочу подарить вот этот вот дом Он стоит Вот это вот Теперь твоё, как бы, имущество, так скажем В этом доме есть небольшая только проблема с картинами А так, в целом, он твой Пошли, пожалуйста, за мной Я тебе сейчас всё покажу Поэтому, давай, пройдём, пройдём Проблема, если вы с ней красивая, там, да, переделаешь? Да, да Я желаю тебе удачи Скажу тебе так Первое, куда я тебе рекомендую пройти Это в комнату для гостей Всё остальное ты узнаешь сам Желаю тебе удачи с твоим домом Так, ребята Блин, ну явно челлендж Очевидно же Мне Фуд подарил свой личный дом Поэтому я теперь буду отдыхать тут в каждой комнате Мне он сказал по секрету, что нужно в какую-то комнату для гостей сначала лучше зайти У нас тут есть кухня Такое же было для гостей Библиотека И тут какая-то непонятная комната И чулан Ну, кладовка в простонароде Я прописал себе невидимость и дерзко сейчас оказался в этом страшном прекрасном доме И как вы понимаете, он ещё не знает, что в этом доме будут оживлённые картины Это всё вы увидите впереди, как это всё будет сделано И он уже, кстати, заходит в первую комнату Скорее всего Будет домик такой-то нормальный, хороший, крупненький, мне нравится Так Всё, пошло Приветствую Приветствую Паславу, дерзко Привет Здорово Мне приятно Колокольчик побили Так же у меня есть вот такая вот свечка, с помощью которой я смогу его троллить Для начала, я думаю, давайте мы с вами сейчас активируем министерные двери Так, что у нас тут? Ветер, ветер Да Так, стоять так Стол с призраками Стой Если что, я вижу его экран у себя на втором мониторе и вижу, что он там делает А, это что, стрим снайперитон? Нужно самому отключать, поэтому всё Он сейчас начинает там просто копаться, он ничего не понимает, конечно, что ему нужно сделать И, наверное, давайте я ему быстро объясню Кстати, забыл сказать Если что, тебе нужно найти ключ и вот здесь вот открыть вот эту главную комнату Дальше всё, ты уже поймёшь Ага, короче, это квест комната, квест дом И, в принципе, на этом всё Всё, хорошо, спасибо тебе большое Так, давай, давай Всё, я погнал Давай, давай Так, ребятки, нам нашептали птички то, что нам нужно найти ключик просто Что там был? Взрывалось что-то? Кстати, эти комнаты необычные Что там был? Типа, что ты шептал какой-то? Там открыл уже шкаф Я забыл сказать, что в этом доме очень много всяких разных прикольчиков Вот таких вот Давайте сейчас ему выдадим немножечко эффекта слепоты Теперь активируем скример череп Ну это темень непонят... Так, светящиеся ягоды возьмём На всякий случай, на всякий случай мало ли Пригодятся Когда он найдёт в одной из комнат ключ Кстати, эти комнаты необычные Они с иллюзиями То есть, видите, да, он уже заходил, получается, вот сюда И он сейчас вернулся в первую комнату Они вот-вот, да-да-да Ага Примерно вот это вот происходит Это прикольно Да Подожди, я обратно иду Как только он откроет данную дверь Он увидит первую картину, которая оживёт, как только он на неё посмотрит А в общем, картина стандартная, смотри Он будет сражаться с вот этим вот молодым человеком В общем, не д capers У меня по ощущениям Как будто вот эта дверь она перемещается Может быть у меня глюки какие-то начинаются Ну-ка Вот ровно Что там, снова скример? В общем, как взрывался Ой, какая-то мышка Ой Мышка Шурицы Какая-то мышка Так мы так тоже вайнкрафтсер постоянно Какая-то мышка Что это такое Технических неполадок, а именно у меня проблема со свечкой для троллинга возникла Мне пришлось дерзко кильнуть И судя по всему Из-за этого там расстроился Он его убил Меня зачем-то ФЫФ просто так убил И забрал 2 моих ягод Верни ягодки Он сейчас просто занимается поисками ключика И давайте пооткрываем И закрываем дверь Вот это троллинг Тут похожи какие-то призраки Мне кажется мы можем наладить контакт с призраками Мы можем наладить контакт с призраками У меня есть для этого специальный телефон Специальный телефон для созвонов с призраками Я вижу что он достал какой-то телефон И пытается с кем-то походу поговорить Подождите Свечка Отлично, мы с ним можем наладить контакт Алло Призрак, эта свечка мне нужна? Такивай свечкой, если она мне нужна. А ну-ка. Работит хорошо, ага. Ага, когда ты дашь эту свечку? Куда тебе дашь эту свечку? Вот этот звук. Пссс, пссс, слышишь, производит? Сейчас начинаем спамить. Угу. Мы наладили контакт с призраками. Мы уже, по крайней мере, знаем, что этот дом с привидениями, как минимум. Поэтому я возвращаюсь к старому микрофону, и мы идём дальше исследовать это здание. Итак, Дерзко пока что вообще не находит ключ. Я думаю, что мы с вами можем сейчас размутиться и, возможно, ему даже помочь. Тут какая-то странная вообще ахинея происходит. Ну, вы видели, сто процентов, я не сумасшедший. Как-то раньше мы с тобой, когда смотрели ФФО, давно уже, кстати, не смотрели, были такие ощущения, больше как шоу, не знаю, такое, мистер бист в Майнкрафте какой-то. А сейчас как будто стал какой-то детский контент. Ну да. Есть такого впечатления? Да, что-то есть. Ну, то есть он, в принципе, всегда был такой, ну, на такую определённую целевую аудиторию ориентирован, да? Но всё равно как-то смотрелось, как будто какие-то соревнования, а тут просто... Ой, смотрите, свечка, помигаю призраком, и ты такой... Какая-то конкуренция, чтобы за кого-то болеть. Ты просто такой сможешь на чего-то, типа, прикалываться. Ну, такие прикольчики, причём, конечно, такие для пятилеток. Смотрите, я дверь открыл, закрыл. Я вот думала, знаешь, он такой, смотрите, он сейчас зайдёт, картина живёт. И такая, о, ну, давай, давай. А он не зашёл, и я такая, о. Опять-то я на второй раз на них купился. Мышки на уши были... О, ключ от главной комнаты, ребята. Кстати, я вижу, что прямо сейчас он нашёл ключ. Это очень хорошо, потому что мы сейчас сделаем вот так. А, вот. Уходи, уходи. Не, он знает. Что-то не в моём доме. И теперь давайте я размучусь. Алё, 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 ты нашёл ключик, да? Насколько я понимаю. Ну, слушай, всё, я тебя поздравляю, хорош. Ты можешь идти и открывать, получается, эту дверь. Спасибо большое, всё хорошо. Итак, ребята, мы уже тут исследовали вот эту комнату. Мы нашли ключик и... А, вот картина сейчас будет. Это какой-то офис, я так понимаю. О, ну, ну. Вопросы очень важные. И вот картина. А, вот она закачалась. Прямо сейчас он оказался в месте, которое было изображено на той картине. А, вот внутри картины. И сейчас ему нужно будет с ним сразиться. А, как мне понять, куда мне бежать? Так, ну вроде по прямой просто, да? Это кварц или как это? Этот кубик. А я думала, кстати, там вообще не мужчина. Там похоже было, как будто женщина в каком-то модельном плаще. Я вообще не думала, что там мужик нарисован. Белый. Так кто? Человек с картины написано. Это кто? Чё он делал? А, что это такое? Это воздушные потоки. Так, ладно, ладно, ладно. Он, он негативно... Он управляет воздухом. Чё за супердережа какой-то? Ладно, всё, погнали. Я вижу, что он идёт уже с ним сражаться. Начинает его бить. Мы ему, наверное, я думаю, мешать особо не будем. Потому что тут и так как бы с ним немножечко сложно пвп хаться. Он наносит довольно много урона. Подожди, а чё он такой крепкий какой-то? Я таким как ты не проиграю! Я буду биться до конца! Есть, всё, он начал наносить критические удары. Хорош. У человека с картины осталось не так много хп. Ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть. Какой-то монстр вообще! Так, подожди. Слушай, так он легко управляет, стежок хостер. Сюда! Есть, всё, победа, победа, победа. И он получается изумруд. Картина, картина с человеком. Мы снова тэпэшат обратно. Тэпэш что ли обратно? Нет, в кухне какую-то. Алё, я тебя поздравляю. Сто у дома. Ты сейчас справился с первым, получается, боссом. И ты получил первый из четырёх фрагментов. Картина, которую тебе нужно будет собрать в самом конце. Ну и получается всё. Ааа, а что? Я желаю тебе удачи. Можешь покушать? Я вижу тебя. Короче, видимо, побеждаешь четырёх боссов. Собираешь большую картину. А потом выйдет гигабосс. И ты будешь с ним сражаться. И в конце получишь гигаизумруд. Не очень много. Спасибо большое. Наверное, респект просто. Какой-то фрагмент картины. Смотрите, у нас теперь картина с человеком. Отлично. И я надеюсь, он прямо сейчас увидит вот этот вот сундук, где написано «Не оборачивайся». И давайте дверь закроем. Нет, ему не сюда. У нас тут какой-то... А, это просто... Вопросов нет. Так, призраки какие-то объяснуются. Но у нас тут есть сундучок, как минимум. Не оборачивайся. Они так пишут. Я хочу обернуться. Конечно. Ладно. Никого нет. Ой, ё-моё. Что это? Он уже с нами, беги. Это тролл. Это кратка широко открывается. Я понимаю, все сработало. И, кстати, он сейчас попал на еще один троллинг в этом доме. А именно, эта лестница никуда не ведет. Она, если что, бесконечная. Чего? Это я, что ли? Это я сверху. Так, нет. Они пытаются... Эти призраки пытаются меня обмануть. Они хотят, чтобы я тут дальше лазил. Но пока он здесь разбирается с лестницей, ему нужно будет прямо сейчас выйти и пойти на кухню. Потому что не зря же все-таки там перед ним появлялось вот это вот видение, где было написано кухня. И ему сейчас нужно будет пройти в ту сторону. А там его, ребята, будет ждать кое-какая интересная головоломка. Значит, что мы делаем? Так как мы умные люди, мы идем туда. Что-то бегает мышка снова их. Так что мы были в чулаге. Ну, уже... Он уже даже не выйдет из скримеров. Я не обращаю внимания. Теперь я хочу активировать ему кое-какой скример с помощью звука. Давайте на кухню сходим. Мы на кухне... Чувствуешь такие вайбы неловкости, да? Да-да-да. Как-то что-то есть. Блин, я, в чутцах говоря, как-то не ожидала. Мы давно очень реально не смотрели. Я помню, там домики какие-то были соревнования. Да, там будешь из круга. А тут как-то... Сейчас какой-то реально детский сад пришел. Как-то смотришь и неловко, если честно. Ни разу. О, книжка. О, картина. Все, на этом хватит. Какая-то наездница на свинье. Или кто это? Или это лама, я не понимаю. У тебя она убить ее, да? Какая-то свинка. Ламу ли наездницу. Попробуй на нее нажать. А ну-ка. О, она хрюкает. Прикольно. Она хрюкает? Она, видимо, не хрюкает. Слушай, ну тут на самом деле она хрюкнула определенное количество раз. А ты не услышал, сколько конкретно? Три. Неверно немножко. Четыре. Неверно немножко. Ну пять. Пять, да. Да! С первого раза. Я не знаю, куда эта свинья, если честно, убежала. Я без понятия. Она должна была заспавниться. Но, судя по всему, она просто реально куда-то убежала. Вот сзади тебя есть вот пять яблочек. Сзади тебя есть. Попробуй их все собрать. И тебе их нужно кое-куда. А-а-а, это загадка. Давай подумай, 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 да. Это загадка. Количество хрюков, это количество предметов, которые... Слушай, так он ему рассказал. Куриные штучки. Их много, их очень много. Яблочек пять. А-а-а! У нас пять яблочек. Да, у нас ровно пять яблочек. Поэтому давайте мы соберем яблочки. О-о-о! Подожди. Он стоит такой. Смотри, сколько раз она хрюкала? Он такой. Четыре, два, три, пять. Пять. Правильно. Смотри, у тебя тут полочки и яблочки. Видишь, сколько яблочек? Пять, да, пять. Собери пять яблочек. И он такой заново. А-а, наверное, количество хрюков – это количество предметов. И собирает эти яблочки. И муж Попов только что сказал про яблочки. Почему он... Смысл какой-то головоломки, если ты ему рассказал суть этой головоломки. Что, Вадим? Очень-очень неловко, да? Очень сложно смотреть. Понятно. Давайте звук вот такой вот заспавним. Еще один звук. Ну так, чисто по приколу. Что за звуки? Итого, он уже собрал четыре яблока, которые ему нужно будет закинуть в эту печку, для того, чтобы получить фрагмент еще одной картины. Нам надо в темпе вальса. Все, забрали все пять яблочек. Так, отлично. У нас есть пять яблочек, ребята. Печка номер один, печка номер два, печка номер три. Печка номер четыре не привезли. А что в ней? Ооо, вот это мы заберем себе. Ему сейчас нужно эти пять яблок, которые он собрал, закинуть вот сюда вот, в печку. Ах, он должен был догадаться. Но. Окей. Так, ребята, ну, Владимир, конечно, огонь. Турник свой есть. Турник это крутая штука. Вон, ребята, у меня тоже стоит. Так это уже. Свиняя сделала пять фрюков, поэтому там рядом полка с предметами. Логично взять пять яблочек, а потом закинуть печку, на которую на без сны не привезли. Печка, печка четвертая по счету. Загадки уровня Геншина. Да я не хрен пойми, что делать вообще максимально. Подождите, а почему? Почему он пошел? А, я понял. Он подумал, судя по всему, что вот это вот турник. Так, подразмялся немножко. Так, ребята, что у нас тут есть? Опер. Какой-то человек! Что у тебя там происходит? Что у тебя там происходит? На кухню тебе надо? Тебе надо на кухню. На кухню? Вот здесь вот печка под номером четыре. И в нее почему-то ничего не привезли. Это чисто, мы если бы пошли в квест-комнату, не смогли разгадать ни одной загадки. И нам, чувак, по телефону там, вот сюда, иди сюда, нажми, да. Молодец. Хрюкнуло! О, свинка! Хорош, хорош, хорош. Все, забирай, забирай, забирай. Ты собрал уже два фрагмента из четырех, тебе осталось еще чуть-чуть. И ты разберешься со всеми вот этими вот приколдесами, которые происходят у тебя дома. Но для этого пошли за мной. Пойдем. Такой прикольный. Может, он с нами пойдет? Не, походу, он решил остаться на кухне. Ну ладно. Я тебе хотел показать, в этом доме располагается уборная, поэтому можешь зайти посмотреть, что там и как. Ну если честно, немножко привспотел ладошки, привспотели от этого всего, что тут происходит. Надо руки помыть как будто. Я понимаю, понимаю. А что именно у тебя происходит? Ты слышишь? Ты слышишь это? Что? Кого? Итак, он сейчас зашел в уборную, и ему нужно будет посмотреть в зеркало, ведь сзади него появится кое-какой страшный монстр. У нас есть уже два фрагмента картин. Нужно три. Сейчас мы находимся в уборной. Я надеюсь, тут... О, вот. О, прикольно. А-а-а! Тише, Голкор. Ходил такой, знаешь, чисто юный лор. Такой, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так глубоко открывает. Ну-ка, 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 как там горлышко? Да. Да не, мне кажется, ФФФ хорошо бы, если бы нас тоже не предупреждал. А то он такой, сейчас он идет в уборную, и сзади зеркало нам появится монстр. И ты понимаешь, что сейчас он появится монстр. Так бы мы не ожидали бы, и нам был тоже бы такой какой-то интерактивчик бы небольшой. А, блин, ладно. Как вы, наверное, уже поняли, в этом доме подготовлено очень много всяких интересных и прикольных штучек, про которые он еще не знает. Нам сейчас нужно просто дождаться, пока он выйдет из уборной. Что-то он там долго как-то очень сидит. Я ничего не понимаю, что тут происходит в моем доме. Так, а, мы руки не помыли. Все, давайте. Все, с мыльцем. Это, помыли руки там, ополоснули. Все, погнали, мы уже не такие. Вообще не страшно. Это че? Какие-то дряхлые полы в моем доме. Прямо перед собой он сейчас видит, конечно, картину не из Майнкрафта. Что тут вообще нарисовано? Это картина, оживленная картина с пещерой. Типа, пещерный водопад. Это вот, получается, такие вот пещерные штучки всякие. Ну, вы поняли. Это какая-то пещера, ребят. Ох, сколько тут сундуков. О! А, там, прям, написано, картина с пещерой. Тут перед тобой еще одна оживленная картина. Она не из Майнкрафта. Это просто вот такая вот нарисованная, красивая... А че пиксели дрипаются? Водопадом? Ну да, да, видишь, вот водопад. Попробуй его здесь увидеть, постарайся. Не, я вижу. Что? Че-то мутит, че-то мутит! Кто, что? Все, я, походу, приплыл. А, вот водопад. Где я? Я активировал картина с пещерой. И сейчас ему нужно будет бежать. Советую тебе бежать. Если что, застраиваться, да. Да, 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 да. Я понял намек! Ребята, убегаем! Итак, он начинает убегать от этого пещерного монстра. Ему на этом испытании нужно продержаться всего лишь минуту. Мы с тобой сейчас сидим такие смайл фейс. Просто такие смайл фейс. Блин, ладно. Но я не ожидала, понимаешь? Я тоже не ожидала. Просто суть реакции в том, что ты не знаешь, какое видео тебе попадется. Понимаешь? Это как киндер-сюрприз. Может попасться, не знаю, там, ручка на роликах, например. Когда ты ожидал игрушку. Нормально. Ай-яй-яй-яй-яй! Какая страшная штучка! Ой, тупик, тупик, тупик! Уйди от меня! Да я тебя сейчас поломаю! Нет! Нет! Не то, что там какой-то контент, вопросы. Просто я не ожидала, что он будет настолько детский. Объективно, реально. Нет! Мне кажется, у него не очень получилось с этим всем справиться. Меня сломали какие-то демоны в моем же доме! Как жить? О, в этот раз я не сдамся. В этот раз я не дам себя в обиду. У меня есть алмазное петро. Так у него заспавнилось все. Смотри. Все равно это не так. Давайте его сейчас чуть-чуть попугаем. К примеру, вот такими вот звуками. О, какие-то свечки тут. Я могу потушить свечки. Все, не буду. Все, 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 все. Все, 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 все. Все, 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 все. Я случайно. Я случайно. О, смотрите. Какая-то штучка. Картина! Это третья. Это третья картина, ребят. Отлично, отлично. Он практически уже выполнил все, что ему нужно сделать. Картина с пещерой. И здесь в спальне для него подготовлен тоже кое-какой прикол. А именно вот этот вот телевизор. Можно сделать вот так. И добавим немножечко звуковых эффектов. О, глубокая лодка. Все, я в швам. Пока. Все, отлично. Он сбежал из этой спальни. Я добился того, чего хотел. Ребята, у нас какой-то очень длинный коридор. Так. Не надо сюда, я понял. Какие-то очень страшные звуки. Это, вот эта комната без названия, которая была. Мы из нее вышли. Так, библиотека. Библиотека! И теперь он решил проверить библиотеку. Вот, кстати, в библиотеке он еще не был. Поэтому ему нужно пройти именно сюда. Тут какие-то книжечки, чтобы писать на них. О, дверь, дверь. Подождите. Сюда надо что-то кинуть, мне кажется, да? Только сейчас я хочу взять крипера заспавнить. Чтобы что, жизнь малина не казалась. И наложим ему эффект слепоты. Добавим, опять же, звуковых эффектов. Что-то... Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой! 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 Слушайте, но он пока что просто бегает. Знаете, я спрошу, может быть, у Фыла, что делать-то? Я вижу, что он пишет в чат, и он пишет в чат, что делать. Поэтому давайте сейчас размутимся. Смотри. Ну, как ты понял, уже, наверное, дом не особо обычный, да? То есть... Ну да, теперь чисто мы, если бы были в квест-комнате. И это одно из них. У тебя здесь есть книжка на начале. Ага. Вот возьми ее. Ага, взял. И обращай внимание на книжные полки, потому что в этих книжных полках есть необычные всякие книжечки. А, нет, стоп. Ладно, ладно, ладно. Давай. Что? Открывай книжку. Открывай книжку. Что, уже прямо на столько помогает? Ага. 2, 2, 2. Ага. 3, 3, 3. Ага, 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 ага. 0, 0, 0. Ага. Теперь 10 единиц. Смотрите, ты точно помогаешь? Да, не, 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 реально. Давай, это, ну, пароль. Тебе его нужно было найти так. 10. Хорош, нажимай, готово. Вот сюда вот теперь кидай. Ага. Ой. Это, вот, ты получил. Открывай книжечку. Неверный пароль. Ищи его сам среди книжных полок. Ах, ты засранец. Фу. Родка, родка. Ну, слушайте, тут на самом деле все не так сложно. Ему просто нужно быть более внимательным к деталям, потому что вот. Ну, я вижу какую-то фиолетовую книжку. Полочки, они отличаются. Вот, 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 да. Там эти же полки, которые остальные из старой версии Майнкрафта. Да, и новая. Берется книжка. Не знаю, он когда показался эти полки, сразу эту фиолетовую книжку обратил внимание. Ну, 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 ладно. Все, у него получилось. Он уже обратил внимание. Ну, просто, окей. Хорошо. А что с ней делать? Найти какую-то книжную полку. Она будет отличаться чем-то. Так, я нашел книжечку. О, 4. Смотрите, тут надо из книжек пароль собрать. Книжечки, если что, ты можешь открывать. О, все, понял. Спасибо большое. Тут на самом деле все довольно просто. Вот здесь вот расположены книжные полочки. Потом расположены книжные полочки. Вот здесь вот сзади него. Он, правда, их сейчас не видит. Прямо затылком к ним стоит. Но я думаю, прямо сейчас он это все заметит. О, вот тут вот, вот, вот. Очень сильно отличается. Вы посмотрите. Ой-ой-ой, как сильно отличается. Да. Ай! Так, хорошо. И слушайте, мне кажется, что мы с вами можем сейчас активировать безумные двери, выдать ему эффект слепоты, включить немножечко страшный звук и скример черепа. Я пришел в библиотеку. Все сразу, короче, я понял. Книги. Давай. Глубокая лодка, давай. Я скоро уйду, все. Глубокая лодка. Смотрите. Все, 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 все. Скоро ухожу, скоро ухожу. Ну, слушайте, так-то он собрал уже практически все книжечки. Ему осталось совсем чуть-чуть. О, смотрите. Так, у нас всего четыре. Ему еще осталось найти всего лишь одну книжку. Она расположена вот здесь. Он, судя по всему, не досмотрел, наверное. Итак, ребята. Он, видимо, просто не дособирал. Ребята, смотрите. Опа! А попробуй ввести пароль, который ты уже собрал. У тебя уже просто есть четыре книжки. Вот смотри. Открывай теперь каждую. Давай, давай, давай. Первая это пять. Вторая это пять-восемь-ноль. Пять-восемь-ноль-один. Пять-восемь-ноль-один. Пробуй, пробуй, пробуй. Провуй. Так, готово. Кидаем. Так. О, все сработало. Хорошо. Хорош, хорош. Молодец. О, гладко. О. Ручка, как богат. А как же последний кусок картины? Сколько золото? Так, а ну-ка. О, ключ от галереи. И вот картина. Кактусом каким-то. Все, молодец. Итак, я тебя поздравляю. Ты почти со всем справился. Сейчас будет больш... Гигабосс? Очистить свой дом от вот этих вот оживленных картин. Пройдем за мной. Я как риэлтор, так скажем, тебе просто все показываю. Как тебе вообще этот дом? Нравится? Ну как сказать? Тут есть определенные изъяны, но визуально, визуально красивый, конечно. Тебе он нравится? Ну я бы тут не жил. Он мне нравится, но я бы тут не жил. Вот. Давай, смотри. Тут есть галерея. Не зря же ты все эти картины собирал. Не зря ты вот это вот мучился. Проходил эти все всякие штучки приколы. Так, тут три штучки. А нужно четыре? Ага. Так. Ой, ой, ой. Все, пройдем за мной. Пройдем за мной. Поверьте, видимо, на место картины, да? Вставить на свое местоположение. Давай. Картина с человеком. Есть. Картина с пещерой. Ага. Так. Картина с картинкой. Отлично. Все. И картина с кактусом. Теперь смотри. Перед тобой прямо сейчас стоит выбор. Самый последний выбор. Все зависит от тебя. Со стульями. Что ты хочешь сделать? На какой стул сядешь? На какой маму посадишь? Ребята, мне предлагают сжечь такой прекрасный дом. Но он наполнен какими-то чудиками. Но я бы хотел подружиться с ними. Не-не, давай сжечь. Подходи и сохраняй его. Ну да, они вроде ничего плохого-то и не делали. Я бы подружился с ними. Сожжи. Красиво гореть будет. Ой, прошу прощения. Слыши. Чего? Эй! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Прикольный эффект, да? А что, типа Львов-то чего горит? Ну да, он мечтит его. Мастер глубокой глотки. Начинает сгорать. Бу-бу-бу-бу-бу-бу! Хотя бы любого звуча горит. А почему он сжигается, а не выбран? Да, выбор без выбора. Ай-яй-яй! Его выбор ничего не решал. Нашел выбор без выбора. Сейчас упала люстра и как бы... Понимаем. Он сейчас уже сбежал. А как тут... О, глубокая глотка. Там реально можно это прям миндально рассмотреть. Ну что, дерзко? Касаемо всего происходящего в этом доме. Короче, хотел тебе признаться на самом деле. Не на свече работать. Я рада тебе. На другом сайте. Да ладно тебе. С глубокими лотками. Вся сюжетная линия, которая только что проходила, это все, получается, я устраивал. Но ты справился, да? Мы даже не могли подумать, что ты делал Фуфи. Фуфи сказал, что это он все устраивал. Прикинь. Вот это в конце поворот. Капец какой. Я думал, реально призраки. А это Фуфи был? Блин. Ужас. Развели нас. Ужас. Ладно, ребята, на этом у меня все. Вот такой вот троллинг получился. С вот таким вот прекрасным, просто-напросто подготовленным домом и испытаниями для Дерзко. Поэтому, Дерзко, конечно, в очередной раз ты был затроллен, но ничего страшного. В принципе, опыта набираешься, так скажем. Ну да, есть такое. А с вами был я, Фуфи. Дерзко 69. Не забывайте, что слева и справа у вас сейчас появилось два видео. Я так поняла, просто Дерзко, видимо, такой стример, типа, его серьезно пранкуют, а он делает глубокую глотку. И людям это нравится, да, я так понимаю? Глубокая глотка, да, походу. Ну, вот, допустим, они там ему делают, и он всего очень сильно удивляется, и очень сильно боится, и делает так вот. Мне кажется, там есть такой человек, наверное, который собрал коллекцию глубоких глоток Дерзко. Да, да. Сидит и сделает скриншоты каждой-каждой глотки. Наверное. Я коллекционер глотки. Глубокая глотка весенняя коллекция. Глубокая глотка зимняя коллекция, понятно. В общем, вот такая тема. Ну, вообще, ролик совсем реально детский. Да, да, действительно, давно не смотрели. Было сложно смотреть совсем. Прям реально сложно. Не знаю, почему, у меня вообще даже какое-то легкое разочарование стало. Ну, честно, если сказать, ну, ладно, как бы, что же делаешь? Ну, что сказать. Такая реакция получилась, спасибо за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может, лучше это? Сложный выбор.